Вы смотрите проект «Бизнес без галстуков» на Первом деловом телеканале. О банковском секторе нам рассказывает Анатолий Гулей, председатель правления Украинской межбанковской валютной биржи. То, что мы видим в 2014 году и сейчас, это отголоски тех проблем, которые были, нерешенных проблем, или это новые проблемы, потому что те банки, которые этот гэп, этот разрыв сделали, мы их уже не видим на банковской. Если брать 2015 и 2014 год, мы видим качественно другие совершенно изменения в сторону лучше, в той части, что банковская система наконец-то начинает применять правила, которые стабилизируют ситуацию на банковском рынке. Конечно, со 2 сентября прошлого года, когда Национальный банк ввел административные ограничения, были все недовольны, и я в том числе. Но я теперь прекрасно понимаю, что лонгирование этих административных ограничений является как раз то добро, которое дает возможность сохранить банковскую систему в том виде, который сейчас существует. Это та ограничительная мера, которой не было в 2008? Она была в 2008, она была даже в 2004-2005, когда нельзя было забирать депозиты из банков. Там тоже был такой элемент достаточно спекулятивный. Но на самом деле никто никогда не пытался объяснить мотивацию принятия решений. То есть сначала выходит решение, и потом через 2-3 месяца выходит какой-то чиновник и объясняет, что мы хотели вот так, у нас не получилось, теперь будет вот так, потому что мы потом сделаем еще что-то лучше, и вы увидите. Не забирайте деньги из банков. И население идет и забирает. То есть у нас алгоритм сломанного понимания. Если меры есть, меры были, то чего нет? В чем проблема? Что мы наступаем на одни и те же грабли. Население не доверяет банкам. Банки вводят временную администрацию чуть ли не каждую пятницу. Все-таки этот кризис, как вы назвали, самый долгий за историю независимости Украины, он продолжается. И света в конце туннелли нет. Первая проблема, я говорил, это отсутствие доверия к банковской системе. Ее нужно восстанавливать. Вторая проблема, это низкий финансовый уровень грамотности наших граждан. Третья проблема, это отсутствие элементарных юридических знаний в части защиты простого гражданина перед банком. Прочитать 17 страниц депозитного договора или кредитного договора, и разобраться в этом маленьком шрифте, где тебя обманывают, я думаю, что простому человеку это нереально. Поэтому вот эти вот все правовые нюансы, они работают против того, кто приносит деньги. Поэтому и отсюда возникает недоверие. Брали ли вы кредиты, вчитывались ли в каждую мелкую букву, написанную в конце договора, и вы говорите, что в определенной мере вы были недовольны решением регуляторов. Довольны ли вы банками, которые предоставляют вам услуги? Конечно, я беру кредиты, я пользуюсь, у меня возникают кассовые разрывы, и иногда я обращаюсь к банкам, они, конечно, с удовольствием мне помогают. И я считаю, что именно так нужно строить свои отношения с банком. Только в случае, если у вас возникают кассовые разрывы, то есть отсутствие денег на короткое время, тогда банк вам помощник. Но если вы пытаетесь взять деньги на 20 лет и думаете, что банк за эти 20 лет исчезнет, и вам не надо будет его возвращать, вы заблуждаетесь по самому определению. Брали ли вы деньги под квартиру, машину или какое-то имущество, которое надо возвращать не в короткий промежуток времени, а на определенный продолжительный? Именно так, с 2000 года по 2007 год я пользовался и делал все приобретения именно с помощью кредита, в том числе и потребительскими кредитами. Это абсолютно нормальная практика в части той, что я не превышал свои ожидания и возможности. То есть я точно знал цифру, которая позволит мне погасить этот кредит. Я никогда не завершал свои ожидания. То есть будучи по другую сторону баррикад, со стороны клиента, сталкивались с какими-то определенными проблемами. И доверяли ли вы только своим банкам, грубо говоря? Вы знаете, что там руководство хорошее в этом банке, что у них хороший кредитный портфель? Или были даже с этим проблемы? Это вопрос личного доверия или недоверия. Если ты приходишь к своему товарищу одалживать кредит, то скорее всего вы поссоритесь через какое-то N определенное время, N месяцев. Почему? Потому что как только у вас возникают долговые обязательства между собой, у вас отношения выстраиваются совершенно по другому алгоритму. Поэтому вы не можете быть искренними, потому что какую-то информацию вы хотите, чтобы он не знал, какую-то информацию он не хочет, чтобы вы знали. Таким образом вы превращаете своего товарища в человека, с которым лучше не встречаться, чем встречаться. То же самое с банками получается? Абсолютно такое же отношение. Поэтому лучше всего пойти в незнакомый банк, договариваться с незнакомыми людьми, получить стандартные условия и чувствовать себя комфортно, чем находиться на сковородке, такого пристального внимания твоего друга, который будет мониторить тебя от начала до конца. Или в случае украинской банковской системы можно чувствовать себя некомфортно, как все? Дело в том, что инструментов защиты у банка много больше, чем у простого гражданина, который пользуется этим услугой. Поэтому шансов победить банк, я думаю, что нужны очень хорошие адвокаты и очень хорошие юристы, для того, чтобы усилить мои шансы. Мы столько негатива вылили на банковскую систему, но в заключении там можно сделать ли какой-то рецепт? Защита физических лиц, банкротство физическое, ответственность, грубо говоря, владельцев банка за свою институцию. Есть ли какой-то рецепт выхода и кто должен это делать? Вы, конечно, максималист, а может быть даже идеалист по своей сути, потому что вы хотите, чтобы я вам в течение одной минуты написал три пункта, после которых все мы с вами станем счастливыми. Наверное, такого никогда не произойдет. Понимание цели, куда мы идем, это, конечно, можно обсудить. И я скажу, что первое, что мы должны, это вернуть доверие простых граждан в банковской системе. Что готовы делать вы, чтобы улучшить ситуацию в стране, в банковской системе? Может ли один человек или группа людей что-то изменить или в чем-то более глобальном проблеме? Что могу лично сделать я? Я могу заниматься финансовым образованием. Вот я занимаюсь со своими группами финансовым образованием. Я езжу с лекциями, езжу по городам, занимаюсь с малым и средним бизнесом. Очень много интересных ребят, которые приходят в бизнес с совершенно другим пониманием, с совершенно другими целями. Тоже идеалисты? Я не скажу, что они идеалисты, они скорее энтузиасты. То есть они готовы идти независимо от того, будет у них результат или нет. Это просто внутреннее состояние души. И поэтому таким людям мне хочется помочь. И в части, когда они обращаются за помощью, я им обязательно расскажу и подскажу, где не нужно делать ошибки, где они могут быть уязвимы. Каждый из нас, если бы вот так вот помог бы им, с финансовой грамотностью, например, с юридическим образованием. Потому что умение зарабатывать деньги у него есть, знаний у него нет, чтобы защитить этот бизнес. Государство не создает инструменты защиты для бизнеса. Оно создает целые налоговые инспекции, которые умеют забирать деньги. Понимаете? Но вот, а как же защитить этот бизнес? Советуете ли вы этому бизнесу обращаться в банк или искать какие-то другие финансовые институции, инструменты для привлечения капитала? Я малому и среднему бизнесу всегда предлагаю и рекомендую искать партнеров, близких по духу. И всегда говорю, что тяжело начинать бизнес одному. Находите такого же сумасшедшего, как и вы, и начинайте свое дело. Вдвоем вам будет веселей. Ну, по крайней мере, не скучно. Вы так и не ответили. Советуете ли вы обращаться в банки за финансированием? Любой кредит, он не развивает предприятие. Он должен поддерживать только оборотные средства. Поэтому инвестицию на развитие своего бизнеса лучше всего получать у частных инвесторов. Вкладываете ли вы личные средства в такие бизнесы и насколько успешно? Действительно, последних три года я занимался стартапами в IT-технологии. Они не являются огромными в понимании цифр, в смысле миллионов. Речь идет о достаточно таких понятных величинах. И я хочу сказать, что это достаточно хорошо окупаемые проекты. Они очень быстро возвращают деньги. Но если это поставить или положить на конвейер, то получается неплохая доходность. Кроме того, потенциал Украины очень высокий. В частности, около 40% программистов, которые работают сегодня в Украине, они сидят дома и работают туда, за рубеж. То есть на сегодняшний день фрилансеры – это люди, для которых не существует граница. То есть для того, чтобы зарабатывать деньги, вам пришлось идти из банковского сектора, в сектор инвестирования и самим стать банком? Я должен был пройти этот путь. Это мои уроки, это мои учебы, это мои университеты. Я должен был опуститься на уровень того начинающего, вместе с ним за руку пройти эти все уровни, помочь ему продать этот стартап, помочь ему заработать деньги и себе, и таким образом получить свой опыт для того, чтобы понимать, вот это прибыльно, вот это неприбыльно, это возможно, это невозможно. Потому что рынки разные, и нужно учиться. Спасибо, Анатолий. А зрителям напомню, что это был проект «Бизнес без галстуков» на Первом деловом телеканале. Оставайтесь с нами.